Спасибо, Татьяна Викторовна. Спасибо, Татьяна Викторовна. Второй прогон. Курс первый состоялся в апреле. Это был такой очень успешный курс. И слушатели остались довольны и по отзывам прибавили в эффективности очень-очень хорошо, используя нейросети. Сегодня поговорим о новых возможностях применения генеративных нейросетей в научной и учебно-методической работе. 17-го числа у меня будет еще один вебинар. Он будет более практико-ориентирован. Там посвятим как раз методике написания промптов, запросов к нейросетям, тексту-текст, тексту-имидж. Рассмотрим различные инструменты по созданию, по использованию искусственного интеллекта в работе преподавателя. А сегодня, так сказать, вводный вебинар. Кто меня не слушал, я немножко также посвящу понятиям, что такое искусственный интеллект, что такое нейросети, как работает простейшая модель нейросети Персептрон. И, соответственно, какие сейчас популярные инструменты, куда все движется, какие тренды. Ну и, конечно же, в завершение я подобрал, сделал подборку нейросетевых сервисов, которые вышли совсем недавно, где-то с февраля 2024 года. И, в общем-то, как раз эту подборку я освещу. Прошу прощения за мой голос, немножко приболел. И подборка была составлена на основе того, что как раз это сервисы, где есть возможность бесплатной генерации, то есть есть тарифы фри, так называемые. Ну, идем дальше. Итак, что же такое искусственный интеллект? Значит, искусственный интеллект – это не какая-то там сущность, да, такой идеал кибернетики, который, такой субъект, который может сам обучиться. То есть как бы идеал такой науки, как кибернетика, заключается в том, чтобы создать существо, которое могло бы, субъект, который мог бы сам обучаться. Но пока этого не достигли. Если в более широком плане взять, то искусственный интеллект – это область компьютерных наук, которая занимается разработкой алгоритмов и методов, позволяющих компьютерным системам выполнять задачи, которые требуют человеческого интеллекта. И принято делить… Существует разная классификация искусственного интеллекта. Традиционный искусственный интеллект представлен на слайде. Это то, что работало в 90-х годах, в нулевых годах. Экспертная система. То есть когда есть специальный алгоритм обученный, база знаний, мы вводим запрос в экспертной системе, и экспертная система выдает нам результат. Поисковые движки сейчас активно используют искусственный интеллект в нерестевом поиске. Всевозможные рекомендательные системы, которые работают по принципу подбора контента, например, в ТикТоке. Ну, таких сервисов, как Netflix, Amazon и игровые боты. Как раз в мире видеоблога. Видеоигр используются для создания умных и адаптированных игровых ботов. С кем вы играете. Следующий момент. Пример генеративного искусственного интеллекта. На сегодняшний день существуют нейросети. Которые занимаются генерацией текста, генерацией изображений, генерацией музыки и генерацией голоса. Как раз некоторые сервисы сегодня мы посмотрим. Далее. Весь генеративный искусственный интеллект, в общем-то, основан на нейросетях. Нейросети – это такие алгоритмы машинного обучения, которые имитируют работу человеческого мозга. Они состоят из множества узлов нейронов, которые обрабатывают информацию и передают ее друг другу. Но в этом случае нейроны как бы выставлены по некой математической модели. Я не буду вдаваться в формуле, в математику. Когда-нибудь, может быть, у нас появится такой глубокий курс по сетям машинного обучения, где это все можно рассказать. Мы рассмотрим только пользовательский такой характер, чтобы было понятно примерно, как это все работает. Области применения – это компьютерное зрение, распознавание речи, обработка естественного языка. На сегодняшний день нейросети очень хорошо переводят, очень хорошо исправляют ошибки текста, генерируют всевозможные тексты. Ну, как модель, так называемая, текст-то-текст. И, соответственно, появились также нейросети, которые еще начали создавать изображения. То есть по тексту запроса можно создавать, рисовать картинки. И дальше идет развитие. Можно писать песни. Например, есть такая модель нейросеть Суна, которая может написать песню по вашим стихам в зависимости от жанра. Можно озвучивать презентации, можно создавать свои аватары. То есть загружать свою фотографию и создается голосовой аватар, который за вас говорит, какой-то текст, который вы вводите. И также можно делать и видеоролики. Но пока, конечно, видеоролики получаются очень короткие. У того же Кандинского 3.1 можно создавать видеоролики. Но это открывает большие возможности использования на занятиях. То есть, например, показать северное сияние ученикам. То есть какие-то такие явления, которые мы не можем образно описать, но сеть может сгенерировать. Это видеоролик короткий можем сделать. Вот как эти инструменты пользуются, как ими пользоваться, какие есть, как правильно составить запросы, как это использовать, применять техники применения на уроках, и как составлять программы, и контент учебный, и оценку знаний. Вот это мы как раз учим на курсе, который мы 28 сентября запускаем. Далее, что следует сказать, любая структура нейронной сети делится на три основных слоя. Это входной слой, скрытый слой и выходной слой. Обычно входной слой играет роль приемника данных. То есть какие-то данные, фотографии, например, кошки раскладываются на пиксели и поступают на входной слой. Скрытый слой обрабатывает эти самые микроизображения и принимает решение о том, значит, и передает на следующий выходной слой, на котором принимается решение, результат, что же изображено на картинке. Например, если смотреть в проекции... В проекции распознавания образов, да? Вот по такой методике работает, например, система распознавания лиц, системы дистанционного обучения. Например, экзамус, где... Ну, чтобы понять, тот ли человек сидит перед компьютером. То есть это Вася Иванов или не Вася Иванов, да? То есть сдает экзамен. При всевозможных тестовых системах. Такие системы сейчас используются на всевозможных проходных, в аэропортах, везде там и так далее. Сканируют и узнают человека. Далее. Если посмотреть биологическую модель, как работают настоящие биологические нейроны, ну, вот, рассмотрим, да? То есть по аналогии сделали с биологией, как наш мозг работает. У нас есть некая такая нейрон, нервная клетка. Вот ее тело. И у этой нервной клетки есть отростки. Одни отростки называются дендридами, которые принимают электрические сигналы. А аксоны выдают результат. Дальше генерируют импульс, который уже, каждый аксон связан с другими дендридами через так называемые синаптические окончания. И получается, если у нас импульс пришел через один дендрид, и он незначительный, нейрон молчит. Но когда импульс пришел с одного дендрида, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, он очень сильный, возникает потенциал действия. И нейрон этот импульс транслирует дальше. И таким образом происходит цепочка передачи важности этого импульса. Это как раз пришло от разных отростков, значит, важность этого импульса возрастает, и происходит передача этого импульса дальше, следующему нейрону и так далее. И по цепочке все это нервный сигнал передается. То же самое получается и здесь, в случае нейросети. Вот здесь вот есть такой источник, можете посмотреть, как работают нейросети. Искал примеры, очень много, вот один из таких примеров, очень интересных нашел. Здесь вот ссылка на изображение, на авторство я указал. Значит, вот человеку надо принять решение, пойти гулять или нет. Какие условия для этого есть? То есть, когда он пойдет гулять? Когда выходной день, одно условие, и второй, когда это хорошая погода. И получается, что один нейрон отвечает за выяснение, что на улице сейчас, какая погода, хорошая или нет. Второй нейрон отвечает за какой день сегодня, выходной или рабочий. А принимает решение уже третий нейрон. И получается, что если погода хорошая, этот нейрон выдает единицу. Если сегодня выходной единица, На выходе получаем единицу, мы принимаем решение идти гулять. Если здесь 1, здесь 0, то есть перемножается будет 0, либо здесь 0, здесь 1, то есть 0, мы сидим дома. И как бы дальше использовать, например, на распознавание нейросети, текста, изображения, неважно. Информация раскладывается на детали, поступает на входные слои. Дальше на скрытых слоях происходит преобразование этой информации, выясняются важные признаки, включаются какие-то важные нейроны. И уже на выходе мы получаем результат, который нам дает уже результирующие нейроны, которые нам сообщают, что это кошка, которая сидит на столе. То есть нейросеть распознала. Чем больше здесь скрытых слоев, тем умнее нейросеть. И самая простая модель, это модель персептрона, хотя есть там и сверточные сети и так далее, но я здесь не буду вдаваться в подробности. Я вот еще раз продемонстрирую, как же распознается кошка или кот на изображении. Получается, вот у нас S-элементы, сенсоры. Значит, изображение раскладывается на какие-то части и отрабатывают те сенсоры, которые, например, имеют значение 4, 4, 4. Эти сенсоры могут иметь 2, 3, 5 разные. Эти значения и связи между собой мы расставляем заранее, когда обучаем нейросеть распознавать. То есть мы сначала научили это делать, потом просто даем картинку, она сама это делает. И вот получается, что, например, в каком-то нейроне было выявлено, что это ухо. Это часть глаза, часть носа, часть, например, усов у кошки. И эти нейроны активизировались, то есть значение их больше нуля. Значит, между ними, соответственно, работает вес связи, например, 1, 1, 1. И они связаны с другими нейронами. Опять эти связи и так далее мы указали во время обучения этой нейронной сети. И получается, на одном из нейронов мы получаем число 16. Это число 16 больше, например, некого порогового значения 8 или там 10. Ну, пусть будет 8. Значит, соответственно, значит, этот нейрон срабатывает и передает сигнал дальше на результирующий нейрон. А здесь у нас, например, будет нейрон, который скажет, что это отвечает за изображение кошки, за изображение собаки, за изображение мышки, например. И вот получается, мы разобрали картинку на пиксели, на входные. Значит, на входных нейронах были выяснены какие-то признаки мордочки кошки, которые, соответственно, значит, сложились в какой-то определенный нейрон. Еще какой-то нейрон, например, по туловищу кошки сработал вот здесь. Еще вот здесь. И в итоге вот мы получаем сумму, значит, этих значений числовых на нейроне, вот этом нейроне, так называемом R-элементе, реагирующем элементе 36. То есть он имеет больший вес, нежели другой нейрон 26 и 20. И, соответственно, этот нейрон, как результат, нам говорит, что у нас на картинке изображена кошка. Но это так очень приблизительно все, чтобы было понятно. То есть поэтому любые нейросети, особенно модели персептрон, они имеют вот такие сенсоры, куда поступают данные, ассоциативные элементы, которые агрегируют данные сенсоров, и результирующие элементы, которые потом уже принимают решение в зависимости от веса и вот какой-то конкретный результат. Соответственно, чтобы сети научить распознавать тексты и изображения, нужно провести соответствующую процедуру обучения. И самое главное, как раз именно секрет, это именно в весах. То есть многие модели коммерческие, которые сейчас создаются, они засекречиваются, засекречиваются именно веса. То есть именно весь секрет заключается в этих связях, нейронах и весах. Идем дальше. Если классифицировать нейросети, то можно их классифицировать по формату. Формат промта запроса, то есть к любой нейросети нужно сделать запрос. То есть спросить что-то у нее. Это называется промт. Сейчас даже вот намечаю такую вещь о том, что появится новая профессия. Промт инжиниринг. Техника написания промтов. Промт инжиниринг – это человек, который будет владеть техникой написания промтов для нейросетей. Насколько мы это правильно составили, этот промт, указали свои секреты. И настолько он даст нам адекватный результат, то есть результат близкий к тому, что мы хотели получить. И вот в зависимости от формата промта, то есть обычно мы текстом вводим запрос промт в нейросети и получаем формат отклика. Есть, значит, классифицироваться нейросети генеративные на тексту текст. То есть текст ввели, текст получили. Тексту имидж – получаем презентацию. Тексту презентэшн – то есть ввели текст, он нам презентацию составил. И картинки подобрал для презентации. Такие сервисы тоже есть. Я как раз вот тоже учу на своем курсе. Тексту аудио – то есть по тексту происходит озвучивание. Тексту видео и тексту код. Вот появились целые такие системы, целостные системы, которые очень хорошо пишут программные коды и объясняют программные коды. И, в общем-то, здесь как раз, то есть, например, можно тот же нейросет перплексити, например, ввести фрагмент кода, написать, объяснить, что здесь, как это работает. И нейросет перплексити объясняет, причем очень хорошо и попадает в точку. Есть такие системы, как, например, Workflow, который, значит, запрос сделал, он составил код и позволяет ускорить разработку программ в разы фактически. Но что будет через 4-5 лет, посмотрим. Но на сегодняшний день, в общем-то, пока вот создание, появление искусственного интеллекта, генеративных нейросетей сделал такой фурор некий, да, то есть, который я сравнивал, когда появились первые сотовые телефоны, когда можно было носить мобильный, значит, девайс с собой, в карман положить, звонить и так далее. Вот аналогично здесь, то есть, появляются такие сервисы, которые намного улучшают, позволяют повысить нам эффективность работы, упростить решаемые рутинные задачи и чуть позже буду говорить, как. Идем дальше. Ключевые игроки и компании, которые формируют искусственный интеллект. Я проведу здесь несколько моментов. Это OpenAI, так называемый, который создан под, скажем так, эгидой Илона Маска. Значит, это, в общем-то, ну, создатели Charger 5, 3,5, потом 4, 4 Turbo, уже коммерческие версии появились. То есть, самый такой крутой текстовый, текст-то-текст, так называемый, формат текст-то-текст, самая крутая нейросеть, которая прекрасно переводит, прекрасно генерирует тексты, но единственное, что не показывает, где пройти источник. То есть, откуда он взял это, из каких источников. Ну, 3,5, Charger 5 у нас ограничен сентябрем 23-го года. Все остальные 4,5, 4, 4 Turbo, они, короче, платные коммерческие, есть проблемы с их оплатой. Да и сам Charger 5, 3,5 сейчас только доступен через VPN. Дальше. Ну, появляются неплохие аналоги того же Charger 5, 3,5, Яндекс.GPT.2, Яндекс.GPT.3, которые также используют те же самые модели, что и Charger 5, 3,5. И, в принципе, неплохо уже вот я пытался генерировать различные задачи, учебный контент справляется. Ну, в общем-то, OpenAI также будет играть ключевую роль в разработке более совершенных и способных моделей искусственного интеллекта для понимания генерации естественного языка. Google создал Geminine, так называемый, а я и ассистента в приложениях Google, которые тоже, в общем-то, применяются как... Ну, там можно спросить что-то, можно попросить как планировщика от работы и так далее. То есть разный там интересный функционал. Вот это то, что появилось совсем недавно. И, в общем-то, Google также является доминирующей силой в области искусственного интеллекта. Именно они разработали модель-трансформер для генерации, для понимания генерации естественного языка. И также будет лидировать в области искусственного интеллекта. Значит, будет создавать и развивать свою экосистему и поисковые алгоритмы на основе... Значит, на основе АйАй и на основе искусственного интеллекта. И также будет вкладываться в развитие роботов и автономных транспортных средств. IBM тоже не отстает, тоже занимается разработкой. Это искусственный интеллект Watson, который, в общем-то, пытается внедрить применение в здравоохранение, в финансах, в обработке естественного языка. NVIDIA, известный производитель видеокара и прочих там девайсов, программ, тоже считается лидером вычислений для искусственного интеллекта. И предлагает уже графические процессоры, которые имитируют работу человеческого мозга. И данное устройство становится уже основой для многих систем искусственного интеллекта и обеспечивает высокую производительность и сложность вычислений. Вообще, можно сказать так, что американский рынок просто испытывает взрывной рост в вложении в искусственный интеллект. И, в общем-то, американский финансовый рынок помешан именно на этом сейчас. Компания Microsoft. Microsoft Azure играет важную роль в разработке приложений искусственного интеллекта. Также будет внедрять в свои программные продукты, чуть позже скажу, какие. И следующая компания DeepMint от Alphabet, тоже известная своими новаторскими исследованиями. И здесь у нее специфика именно развития в области этики применения искусственного интеллекта и в области диагностики в здравоохранении. Наша компания Sber, в принципе, тоже очень высокотехнологичная на сегодняшний день компания, которая инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Тот же Кандинский, например, и так далее. Все сервисы, которые созданы. И умная колонка от Sber есть и так далее. То есть, как бы, происходит серьезная инвестиция в развитие. И, в принципе, Sber одна гордость отечественной компании, которая, в общем-то, активно развивает искусственный интеллект нового поколения и стремительно внедряет в жизнь пользователей. Тоже необходимо сказать про Яндекс. Яндекс разработал нейросети Яндекс и GPT, последняя версия 3.0. Также Яндекс встроен в Алису. Яндекс и GPT встроена, модель встроена в Алису. И в будущем также будут интегрироваться другие продукты Яндекса. И Яндекс создал робота Женю, который, в общем-то, представленный Петербургским международом в форуме и интегрировал именно свою модель у этого робота, который отвечает на многочисленные запросы. То есть, как раз именно мощная такая модель обработки генерации на естественном языке. Дальше. Сейчас Яндекс работает над пониманием эмоций и темпа речи, что также будет продемонстрировано непосредственно в роботе Алисе. Что произошло с 2023 года в плане развития? Здесь вот на слайде представлены, какие новые появились сети, нейросети. Про них я уже сказал, но заострю внимание, что есть гигачат от Сбера, Яндекс GPT 2, Яндекс GPT 3 от Яндекса, которые можно тоже использовать. И здесь никаких, понятно, VPN-ов и прочих выкрутасов уже, в принципе, не нужно. Но все можно вот пользоваться непосредственно в нашей отечественной сфере. Дальше. Какие еще модели генерации появились? Новые. Это, понятно, модели генерации изображений. DL3, Stable Diffusion. Дальше. MidJohnny, версия пятая. Шедевром, это наше. Где с помощью мобильных приложений можно создавать картинки. Кандинский 2.2 и Кандинский 3.0, где можно уже анимировать по текстовым запросам, создавать анимации короткие. Появились первые нейросети для создания видео. Например, Pico версия 1.0, хотя сейчас этих версий, видеосервисов появилось довольно много всевозможных. Ну и, соответственно, нейросети в музыке. Gloria, Stable Audio, Music LM, ну и последняя, конечно же, сумма. То есть можно создавать свои шедевры музыкальные и, соответственно, выкладывать их в сети, в социальных сетях и так далее. Ну и, соответственно, можно также на уроках использовать, то есть какую-нибудь песенку написать, сочинить с учениками. И подобрать жанр и озвучить эту песню. То есть ее пропеть. Нейросети ее пропоют. Дальше. Какие тренды? Ну, во-первых, появляются все новые методы обучения. Замена модели Transformer произойдет в ближайшее время. То есть работа над другими моделями, чтобы еще получить больше эффективность в распознавании естественного языка, и генерации на естественном языке. Повышение точности модели Large Language Model. То есть модель естественного языка идет в это направление. Работа с ссылками и внешними источниками. То есть появляется, вот сегодня я покажу пару сервисов, которые новые появились после Perplexity. Если мы весной рассматривали Perplexity как такой классный инструмент, который генерирует, указывает, откуда он взял, то здесь как раз еще появились новые сети, которые указывают источник, откуда взяли. Они данные и сгенерировали текст. Значит, Китай становится альтернативным центром генеративного искусственного интеллекта. То есть Китай вообще очень семимильными шагами к этому идет. Ну и, наверное, пожалуй, один из таких минусов – это то, что как только модель хорошая, бета-версию отладят бесплатно, ее тут же запускают в коммерческий оборот уже за деньги, и, соответственно, модель засекречивает. То есть вот эти списа, значит, нейронов и так далее, они, в общем-то, засекречиваются и фактически как бы недоступны. То есть, ну, любая разработка, она потом начинает работать в коммерческом плане, то есть приносить доход создателям. Дальше. В связи с этим, так как вот эта вот засекреченность появляется, значит, соответственно, будет появляться еще более дешево-эффективная модель с открытым кодом. И, как правило, это будут делать небольшие, значит, компании-стартапы, ну, и также крупные компании. Многие, например, сейчас компании дают пока API, например, доступ бесплатный, но понятно, что это вычислить невозможность, это сервера, это надо же тоже оплачивать. Значит, после каких-то определенных процедур тестирования начинают уже включать коммерческую составляющую. Прогнозируют, что отрасли искусственного интеллекта станет меньше, зависит от IT-гигантов, таких как Microsoft, Panayai, Anthropic, Google и так далее. Будут появляться опенсорсные бесплатно открытые модели. И на этих моделях будут создаваться, значит, ассистенты, ай-эй-ассистенты, так называемые, да, нового поколения, которое будет работать и в смартфонах и так далее. У нас уже в университете студенты пишут курсовые дипломные работы по созданию, это Уфимский университет науки и технологий, по созданию и обучению искусственного интеллекта. И можно уже обучать, создавать свои чат-ботов, модели, которые, в принципе, можно выкладывать в общий доступ и использовать уже для каких-то сложных, скажем так, создания более сложных программ. Ну, пожалуй, один из минусов – это как защититься от мошенничества, потому что понятно, что появление большого количества нейросетей, которые могут спародировать буквально мой голос или чей-либо другой, очень точно, и сделать звонок на телефон какого-нибудь знакомого, просить денежное средство или еще что-то, да, то есть возникает проблема социальной инженерии. Все об этом слышали, когда, значит, очень много мошеннических действий, соответственно, нейросети могут подменять голос человека, соответственно, даже можно мое изображение подменить, сделать такой гипфейк, так называемый, да, то есть моим голосом проговорить и так далее. Такие тоже моменты возможны. И, значит, вот это, конечно, вопрос этики применения искусственного интеллекта, чтобы это не было во вред человечеству вообще. Идем дальше. Будущие тренды какие? Ну, будет возрастать IQ искусственного интеллекта. Уже сейчас вот провели журналистское расследование. Здесь вот я ссылаюсь на третий источник в конце презентации. IQ, значит, Cloud 3, значит, нейросети составил 101 очко. У человека где-то это примерно 140, но уже близко к тому, что может перегнать IQ человек. И как раз вот эти сети становятся все умнее и умнее в этом плане, отвечая на какие-то вопросы. И если год назад, например, можно было решать тесты нейросети, то есть, ну, в чат будет Telegram, там, например, есть подключенные, там, чат GPT, там, 3, 5 и так далее. Или, там, если есть проплаченные тарифы, там, 4, можно просто было вводить вопрос, он тут же выдает ответ, и ошибка была 50 на 50, да. То есть, 50 из, например, из 10 вопросов, 50 правильно, 50 неправильно. То сейчас, используя тот же самый перплекс, например, при решении тестов, я просто сам проверял, ну, результат 10 из 9. Или 10 в 10, то есть, попадает. То есть, нейросеть отвечает на тестовые вопросы. И это, опять-таки, создает проблему, а как же быть-то со студентами, как их, проверять их знания, когда можно, включил нейросеть, телефон там, или еще что-то, и спокойно можно нейросеть ответить на любые тесты. Пока, конечно, плохо считают нейросети, но то, что касается именно текстов, анализа текстов и генерации текстов, то, ну, в общем-то, впечатляющие результаты показывают. Идем дальше. Начало трансформации системы образования, вот к этому вопросу я вас подвел. Ну, то есть, уже 50, по данным SkinFactor, исследования SkinFactor, 50% студентов уже используют нейросети в учебных целях. Большинство из них, 83%, пишут и редактируют текст. И здесь возникает такой синдром академической порядочности или честности, да, то есть, написания курсовых и так далее. Есть, конечно, сервисы, которые могут это все проверить. То есть, есть сервисы, которые можно проверить, тоже ВКР сгенерировано нейросетью или нет. Например, сервис тексту-тексту, чуть позже об этом я скажу. Но понятно, что и нейросети, я как уже говорил, они помогают писать и программные коды, и переводить тексты с иностранного языка, и писать тексты на иностранном языке, и исправлять ошибки, позовем в загруженном тексте. То есть, как бы берут на себя рутинные операции. Наши студенты уже этим активно пользуются, наши обучаемые. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы быть эффективными преподавателями, эффективными исследователями, знать, какие сервисы есть, как их использовать, и как выработать противоядие к тем сервисам, которым пользуются студенты. Поэтому есть определенные обзоры в сервисах. Я тоже их провожу и, соответственно, подсказываю, где и как что можно сделать. Дальше. Следующий момент. У нас в России тоже есть уже системы СДО созданы, где включается искусственный интеллект, который проверяет задания студентов, выдает им персонализированные задания, следующие на основе их решенных задач. Сейчас, например, есть системы, где проверяют на плагиат ответы студентов загруженные. И, в общем-то, я на своем курсе тоже знакомлюсь с системами, где есть такие системы, где можно это использовать, то есть где можно создавать свои курсы. Эти курсы будут в зависимости от результата предлагать тот или иной материал, подбирая, то есть делать такие персонализированные задания или персонализированно-образовательные траектории. Дальше. Ну, перспектива также будет, наверное, созданы цифровые аватары для исторических деятелей, значит, аватаров исторических деятелей, например, Петра I, который заходите в музей, он там будет рассказывать про историю России в Петровских времен, да, то есть как это все, как прорубалось окно в Европу и так далее, как это все развивалось. То есть вот такие цифровые аватары, они, в принципе, сейчас доступны, уже есть аватары, мы тоже об этом учим, как создавать своего аватара, который, например, прочитает текст, озвучит какой-то текст и так далее. То есть разработка, разрабатывает учебный контент. Дальше. Следующий момент. Умный ноутбук от Microsoft с функциями I.I. Microsoft нацелен на выпуск новой серии ноутбуков, все Face называется, где будет встроен так называемый Co-Pilot, ну, или Co-Pilot по-русски, Co-Pilot, правильно, если говорить, интеллектуальный стенд, который будет помогать с поиском данных, запуском приложений по голосу и так далее. Быстро будет переводить тексты, также будут продвинутые эффекты для видеоконференции, там, сглаживания фона, значит, какие-то виртуальные фоны, там и прочее. И, соответственно, будет I.I. Explorer, то есть своя поисковая система с функцией нейросети для того, чтобы эффективно осуществлять поиск и, соответственно, искать с использованием разговорного языка. То есть была наша такая мечта в 90-е годы в Word сидеть, надиктовывать микрофон, он там сам печатает, да, вот уже эта мечта осуществляется, то есть можно, надиктовывая что-то, искусственный интеллект, получать какие-то тексты. Дальше. Роботы-ученые, роботы-учителя. Ну, конечно, в полной мере это не заменят, но такие роботы-помощники уже появляются. И в 2016 году молодым ученым Томского политехнического университета такой один из роботов был создан, который помогает, значит, учащимся лицея при ВУЗе освоить тот или иной материал, то есть отвечает на запросы, озвучивает тексты, показывает соответствующий материал, картинки и так далее. Ну, такие роботы-ассистенты будут тоже появляться, но пока это как просто такая визитная карточка какой-то компании, там, еще что-то. То есть это не так сильно распространено. Ну, в свое время интерактивные доски, мультимедиа-проекторы тоже не были распространены, это никого не удивляет. Ну, может быть, к 30-му году такие тоже будут роботы появляться. Нейрочипы. Будущее. Нейролинк. Компания, основанная Илоном Маском в 2016 году, они занимаются разработкой устройств, которые имплантируются в мозг человека, чтобы помочь ему справиться с различными невологическими заболеваниями, такими как болезни Паркинсона, Альцгеймера, травмы спинного мозга, перенесенные инсульты. И в дальнейшей перспективе планируют расширять когнитивные возможности человека. Что они делают? Они внедряют тончайшие нити, содержащие электроны, которые могут быть вживлены в мозг с минимальным повреждением тканей, и выводят эти нити к небольшому устройству, которое имплантируется за ухо, и это устройство передает данные на компьютер. Соответственно, это устройство позволяет собирать и анализировать информацию с нервных клеток и с помощью компьютера взаимодействовать, например, с каким-то девайсом, устройством. Будет это какой-то протез, я не знаю, или просто какой-то гаджет или еще что-то. И, в принципе, один из примеров они сделали, вот 29 лет, Нолан Арба. У него, значит, парализована нижняя часть тела, вследствие травмы. И Илон Маск, в общем-то, объявил об успешной имплантации нейронного интерфейса, который дает возможность Арба управлять электронным устройством с использованием нейронных сигналов, генерированным мозгом. То есть он, по сути, научился, например, делать такие посылы к компьютеру, давать команды к компьютеру. Здесь на картинке представлена игра в шахматы, и он, значит, компьютер дает команды, сходи под такой-то фигурой на такое-то поле. То есть может управлять, значит, курсором с помощью нейронных команд. И это тоже будет дальше развиваться. Дальше. И актеры, которые сгенерированы нейросетями, вот у меня в группе, в телеграм-группе, которые кто-то подписался, там я иногда выкладываю интересные вещи. Здесь, кстати, есть ссылка еще раз на цифровой педагог. Здесь продюсер Гевонд Андреасян, значит, в этом году сделал фильм с участием Юрия Никулина. Ну, получил разрешение от семьи Юрия Никулина, и они воссоздали этот самый образ в фильме «Манюни. Приключения в Москве». Я могу его продемонстрировать сейчас? Включу демонстрацию экрана. Ну, вот, получается. Так, сейчас, минуточку. Видно, да? Сейчас. Запускаем. Может быть, будет плохо со звуком, но, тем не менее, посмотрите и оцените, насколько точен образ Юрия Никулина. За него говорит нейросеть, озвучивая мимику и так далее. Ну, в чате отметьте, похож, не похож. И такие работы, значит, так же будут продолжаться. Не похож, похож. Приведем вас в порядок, в дороге все расскажете. И говорит его голос. Ну, и так далее. Я не буду тратить время. Кому интересно, заходите в группу, там все есть. Так, сейчас я открываю презентацию. Дальше. Ну, беспилотное такси. Уже не удивишь. В Москве и, значит, в Санкт-Петербурге ездят роботы от доставки, да, там доставляют. Соответственно, доставляют. Похож на какой-то слишком идеальный. Понятно. Значит, доставляют еду, посылки всевозможные. Ну, и, соответственно, у Google и у Яндекса есть разработки в плане бесплодного такси. Заказал такси. Сел и машина, в общем-то, довезла до нужного места. Пока, в общем-то, обходится только, ну, как бы с помощниками обучает, как бы, ну, вот машина, искусственный интеллект, как бы, не рискует отправлять вот именно в свободное плавание без соответствующего наблюдателя. Но, тем не менее, достигли уже больших результатов. В том же самом Винополисе в Казани занимаются подобными разработками. И внедряют также, кстати, в пилотированные системы самолетов. Здравоохранение. Здесь появится система искусственный интеллект, которая будет анализировать образ нашей жизни, генетический профиль человека. Значит, прогнозировать заболевания на разных стадиях. Роботизируемая система у нас уже в Уфе, вот есть в клинике медуниверситета робот, который очень точно делает операции. Как бы, ну, позволяет избежать человеческой ошибки, человеческого фактора. Вот. Ну, и, соответственно, более четкий, значит, анализ полученных там МРТ, всевозможных изображений для выявления тех или иных патологий. Заблуждение об искусственном интеллекте. Миф первый. И всезнающаяся и могучная сущность. На самом деле это не так. Искусственный интеллект – это не волшебник. Это лишь набор данных, на которые мы обучили. То есть некой математической модели. Это не сущность, которая может сама обучиться. Поэтому то, что мы, я еще раз повторюсь, то, что мы говорим о том, что мы достигли там какого-то предела или там искусственный интеллект – такую всемогущную сущность, нет. Это просто, значит, это не сущность, которая может сама обучаться. И это субъект, который не обладает эмоциональным интеллектом, в отличие от человека. То есть это набор данных, на котором обучили и заложили алгоритмы. Дальше. ИИ уничтожит все рабочие места для людей. Не факт, что это будет, но, скорее всего, появится новая ворот еще профессия, связанная с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект может принимать миф третий. Решение так же, как и люди. Нет. Значит, опять-таки это данные. То есть на основе данных он может строить какие-то прогнозы. Не хватает искусственного интеллекта на сегодняшний день, эмоционального интеллекта, интуиции человека. Но то, что он сообразительнее нас и быстрее может думать – это факт. Потому что мощности превышают, значит, мощности нашего мозга. Вычислительные, скажем так. Дальше. Какие профессии? Не надо переживать педагогам. Все равно мы, значит, останемся в профессии. Значит, и, соответственно, почему? Потому что педагоги работают как бы на основе обратной связи. То есть получают результат, дают обратную связь. И переносить все в цифровую плоскость, в цифровое образование. Это, мне кажется, не заменит настоящего учителя. Также юристы и судьи. Понятно, что высшее руководство тоже не заменит решение, принимает человеком. HR-менеджеры. Аналогичная ситуация. Психологи, психиатры, хирурги, аналитики компьютерных систем, художники и писатели. Значит, данной профессии беспокоиться не нужно. Новые возможности применения генеративных нейросетей в научной и учебной методической работе. Теперь рассмотрим. Итак. Где можно использовать подготовку учебных материалов для занятия, применяя генеративные нейросети? На слайде здесь показана разработка учебного контента, текста, презентации, рисунки, аудио, видеоролики, говорящие аватары. Разработка системы оценки знаний. Разработка учебных материалов и критериев оценки. И вот здесь как раз на курсе мы это всему обучаем. То есть как разработать курс дисциплины. Опять-таки обучаем технике написания промтов. Какие сети лучше всего подходят тексту, текст для этого. Зарубежные, отечественные. И вы, соответственно, ускоряетесь. Ну, как бы становитесь более эффективными в работе. То есть будете быстро очень разрабатывать контент. Опять-таки надо только все проверять, смотреть. Ну, как в плане таких черновых наработок для учебных занятий. Да, в принципе, очень неплохо даже появляется он. Я пробовал создавать задания, упражнения по физике. Очень неплохие задания генерируют. И, соответственно, можно это использовать в учебном процессе. То есть просить его составить задачу по физике, по разделу механика, с 9 класс, например, по прямолинейному, равномерному движению. Ну, соответственно, мы все это обучаем. Какие-то моменты я на следующем вебинаре 17 сентября покажу. Тоже интересно, как это делать. Дальше. Как применять на занятия? Ну, раз искусственный интеллект вошел прочно в нашу жизнь, понятно, что ученики это будут использовать. Значит, надо их учить использовать. И формировать критическое мышление. Есть такая практика извлечения информации. То есть некий такой процесс систематического эффективного получения нужной информации. из различных источников. То есть не просто так все взять и скопировать, а именно получить информацию и проанализировать на предмет научности. И для этого существуют различные популярные поисковые системы. Яндекс, Гугл, Бинк, Байду, китайская. Но очень популярна стала поисковая нейросеть. Называется Perplexity. Где можно создавать... Здесь вот щелка New Thread. Новый запрос. Текстовая генерация. И данная сеть показывает, откуда, с каких источников были взяты эти генерации. Дальше. Следующий это Consensus AI. Поиск научных трудов. По различным базам. Здесь можно ввести запрос. Получить информацию о каком-то научном труде, статье. Ознакомиться. И также можно синтезировать. Но в бесплатной версии здесь есть ограничения. А вот если в платной версии, то, конечно, там можно делать более интересные, скажем так, генерации. У чата GPT появился шкала РАЯЙ, которая тоже находит настоящие исследования научной статьи. То есть у чата GPT была с этим проблема. Особенно в генерации литературы. Ни в коем случае не применять. Он там придумывает учебники, которые не существуют. Но вот они разработали плагин Шкалар, который позволяет вытаскивать данные из научных баз и ссылаются уже на настоящие статьи и исследования. Недавняя новинка. Не знаю, как правильно сказать. P-HIND, наверное, да? Или P-HIND. Тоже аналог Perplexity. Но выводят еще и картинки, рисунки и, соответственно, источники. Вот здесь вот. Недавно для себя я открыл. Буквально несколько недель назад. Также новинка это Globe Explorer AI. Поисковая система, которая какую-то тему, которую ввели, разбивает на подтемы. То есть сложный вопрос на несколько подтем. Вот я, например, там ввел про машинное обучение. Он, соответственно, тут же мне разложил на подтемы. Под каждой подтемой картинка, рисунок, описание. Тоже очень интересная вещь. Пробуйте. Как можно применять на занятия? Ну, можно брать, например, ответы учеников, отправлять нейросети, просить ее проанализировать. Поправить эту нейросеть. Сказать, что здесь действует вот так, здесь действует вот так, здесь действует вот так. Значит, написать, ты не прав, попробуй, значит, использовать такой критерий оценки. То есть научить нейросеть. После этого вы закидываете задания и просите на основе полученных результатов разработать персонализированные задания для конкретного ученика. Дальше. Применять нейросети для объяснения сложных понятий. Вот следующий семинар, буду об этом показывать, как раз, например, как анализировать код программный, чтобы понимать, что делает компьютер. Например, в Пайтоне. Дальше. Применение нейросетей для повторения и закрепления материала. Тоже можно использовать. Значит, просить нейросеть, напомнить, такую-то дату в такое-то время, такой-то материал, разложить его на какие-то составляющие, он порционально может, соответственно, выдавать. Дальше. Что популярно сейчас? Что используется? Ну, это вот генерация GigaChat, Яндекс.Гпт, Перплексити. Среди преподавателей. Пересказ документов в чат-пдф. Для генерации наши инструменты применяются. Кандинский триадит шедевром. Для генерации музыки и редактирования видео. Adobe Podcast. Рекат. Суна. Суна, вот я говорю про музыкальные треки. Создание презентации. Гамма Майлендс. Ай-яй. Хотя много других уже появляется. Ну, и научный поиск. Это пока вот консенсус. Ай-яй. Очень такой интересный момент, когда нужно найти статью по той или иной тематике. Дальше. Следующее. Обратите внимание. В презентации есть ссылка ToolNest. Обзор нейросетевых сервисов. То есть библиотека нейросетей от зарубежных держателей этого сервиса. То есть здесь по каталогам можно посмотреть, например, вот Education представлено 564 ресурса. Наш отечественный аналог. Библиотека AI-Lib называется. Там тоже заходите. И там целый каталог нейросетей. По-разному. Исплатные, и бесплатные. Дальше. Недавно появился. Теперь уже говорю о новинках. Чек. Это широкий спектр AI инструментов для учебы. В основном для студентов. То есть поясняет задания к урокам. Объясняет, делает какие-то объяснения сложных тем и так далее. Следующий это SuperMaven AI для написания программ создания кода. То есть огромная база кода. Это информатики, учителя, преподаватели информатики, программирования. Здесь вот мощный инструмент, который позволяет ускорить разработку программ. Онлайн-LCR, так называемый. Сервис AI для перевода отсканированных изображений в удобный формат. Microsoft Word, например, и так далее. Есть еще, кстати, аналоги. Это LCR.best, он платный. И LCR.space, он бесплатный. То есть вы загрузили текст, он распознает с картинки, с фотографии нормальный вариант. Причем это в онлайне работает. Такой полезный инструмент для работы. Недавно появился Wonderslide. Это AI-сервис для генерации презентаций. Там есть тоже бесплатные возможности. Там три презентации можно сделать. AI-audio-скринрайтер. То есть инструмент для написания аудиоскриптов и всевозможных сценариев. Можно использовать сценарий праздника, сценарий фильма и так далее. То есть тоже генерируют и тоже пока бесплатно. GPT-XL. То есть можно создавать формулы для Excel по текстовому запросу. То есть выводите, что вы хотите. И, соответственно, данный искусственный интеллект пишет, генерирует формулу, которую можно скопировать и вставить в таблицу. Дальше следующее – это Simulet Songs Finder. Музыкальный сервис для генерации песен. К известному сумму. То есть можно еще и в данный момент. Я тоже недавно пробовал. Интересно, получается. Можете попробовать всякие музыкальные... Сделать музыкальные генерации, там, всяких песен в различных жанрах. Говорю о том, что, ну, сервис, который дает возможность бесплатной генерации, то в том числе. Понятно там, что плюшки будут за деньги, но есть возможность попробовать и использовать бесплатную генерацию. Здесь следующий – AniTalk AI. Сервис по переводу голосовых сообщений, видеоконференций на разные языки в режиме реального времени с постройкой оригинала «Голоса собеседника». Brave AI – тоже генератор музыки, музыкальной композиции на основе текстовых описаний. То есть можете написать стихи, можете написать, в каком жанре сгенерировать, в каком жанре сгенерировать. Новая платформа для изображений – ArtGro. И можно, кстати, создавать еще и аватары различные. Story Tailor by Auk. Значит, преобразует текстовые запросы в анимацию. То есть можно написать текстовые запросы и получить анимированные какие-то истории. Все ссылки доступны, то есть можно щелкать, переходить. Соответственно, здесь вот еще обзор сервиса есть на YouTube. Deform Studio. Загружаете изображение и на основе изображения получаете короткие видеоролики. Следующее – Audio. Тоже модель генеративного искусственного интеллекта, которая создает музыку, используя простые подсказки. То есть делаете подсказки, пишете пром-то и, соответственно, можете генерировать либо инструментальное сопровождение, либо вокал, либо то и другое. Виду. Тоже сервис формата «Тексту видео», «Имиджу видео». То есть вводите текстовый запрос, видеокартинку получаете. Вводите картинку, загружаете. По ней делается видео. И «Флео Студио». Тоже для генерации анимаций и коротких видеороликов. Но это лишь капля в море то, что я показываю, то, что я сам посмотрел, и то, что доступна бесплатная генерация. Очень много сервисов я отсеял, потому что там, ну, чтобы воспользоваться, надо сразу платить деньги. Соответственно, еще и в евро, там, в долларах. Это невозможно сделать, например. То есть есть такая проблема с оплатой зарубежных сервисов. Ну, по крайней мере, у нас в России. Дальше. Leopix. Платформа на базе искусственного интеллекта, которая преобразует 2D изображение и видео. 2D изображение и 2D видео в 3D формат. Ну, если кто-то интересуется таким более качественным картинкой, более качественным видео. Dream Machine, Luma, Аяй, машины мечтаний, да, то есть мы любим машины мечты. То есть на основе вашей, скажем так, мечты, желания, он может сгенерировать в любое, соответственно, видео. Кстати, Luma, Аяй тоже в последнее время набирает обороты популярны. Ну, и последнее, наверное, что можно здесь сказать, это преобразование пикселизированных изображений. Ну, вот, видите, размытых таких полученных с фотоаппарата и так далее. Более качественные и легкие векторные изображения, если кому нужно. Я вот нашел здесь такой сервис, называется Vector Magic. Преобразует растровое изображение в векторное изображение. То есть если кому-то нужно получить более качественную картинку, например, учителя рисования, информатики, да, которые занимаются, там, поддержкой сайтов и прочее. Ну, и там на уроках. То есть вот такой сервис тоже можно использовать. Он делает изображение более качественное. Вот. Ну, и последнее, это text.ru. Сервис на основе Аяй для генерации и проверки текстов. Это наш уже отечественный сервис. Он платный. Здесь можно генерировать тексты. Но самое главное, здесь можно и проверять, текст генерирован или нет. Ну, кстати, у antiplagia.ru тоже есть хороший сервис проверки генерации текстов. То есть можно тоже посмотреть, насколько студент написал сам или все-таки сгенерировал. Дальше. А, ну, если вот для технорей, например, да, преподавателей технических дисциплин, здесь есть такой сервис ConorG, значит, который представляет себе возможность распознавать и анализировать техническую проектную документацию. И, соответственно, подбирать какие-то элементы, например, каких-то электрических схем, рассчитывать эти схемы по стоимости, по эффективности и так далее. Ну, обратите внимание, уважаемые коллеги, на источнике. Можете тоже дополнительно еще посмотреть, почитать. Еще раз приглашаю вас на свой курс, который начинается 28 сентября. Здесь вот есть лендинг для записи. По-моему, я его скидывал. Еще раз сброшу сюда. И отвечу сейчас на ваши вопросы. Ну, и касательно содержания курса, более подробно, если посмотреть. Информация появится на лендинге. Мы перестроили немножко курс. Но, к сожалению, инструмент закрылся, из-за санкций теперь он не доступен. Поэтому мы немножко перестроили курс. Вот в первой теме вы познакомитесь с искусственными интеллектами, с различными типами, видами нейросетей, как они работают. Научитесь. Каждый курс проводится. Ну, обычно курсы проводим по субботам. Обязательно введем записи. Практикумы, то есть в режиме реального времени я показываю, повторяете. Записи потом предоставляется, если кто-то пропустил. И здесь мы также как раз делаем обзор нейросетевых сервисов. Сервисы генерации промптов. Показаны на первом занятии. Второе – это разработка учебного курса по различным моделям. Эдди, Ашу, Асан, например. Как разрабатывать оценку. Используя таксономии, Бума, например, Соло и так далее. То есть различные. Ну, или обычные там знать уметь владеть. То есть такой проводим практикум по разработке образовательных проектов. Начиная от нейминга, то есть до формирования образовательных результатов. Следующее – это формирование системы оценки. Метрик эффективности учебных курсов. Мы уже с помощью нейросети все это делаем. Подробная практика у нас с инструкцией предоставляется. Дальше учим формировать тесты, квизы, разрабатывать интеллектуальные игры для учеников. То есть начиная от мира, так называемой, игры сеттинга. То есть от троллей до карточек и так далее, до сценария игры. И как это все сделать с нейросетью. Нейросеть подкидывает очень хорошие идеи в этом плане. Дальше показываем, как создавать учебное занятие. Одно какое-нибудь. От А до Я, так называемый. С использованием различных нейросетей. Текст-то-текст, текст-то-имидж. Учим генерировать изображения, иллюстрации для занятий. Здесь, причем используем аналоги, бесплатные аналоги в нейросети Меджоне, которые платные, и здесь можно очень много чего интересного сказать. Также аудио-видеоролики. Учим создавать анатары. Ну и, конечно, как применять на занятия конкретно. Конкретно кейсы применения рассматриваем в разных аспектах. Образовательные платформы. Например, одна из них курсы, но и другие там, которые позволяют создавать курсы. Как искать в научных базах, как создавать научные трудные статьи, структуры исследований. Тема восьмая. Это как бы тренд и технологии, но здесь практика завершается созданием своего персонализированного чат-бота в Telegram. То есть вы после курса будете иметь своего чат-бота в Telegram, где все сервисы мы подключим в одно место. Вы там будете генерировать текст своему чат-боту, задавая запросы картинки рисовать. И, соответственно, также будете владеть инструментами определения автоматической генерации с помощью нейросетей. Тоже мы про них расскажем. Ну вот с курсом идете с таким багажом знаний, в том числе и будете иметь своего персонализированного чат-бота, который будет вам это все делать. То есть не надо там разные сервисы. Здесь можно и применить как раз, применить как раз вот именно в одном месте все это собрать. Смотрите, записывайтесь. Ну и группы «Цифровой педагог» вступайте, будем поддерживать с вами связь. Теперь отвечаю на ваши вопросы. Так. Да, вот Татьяна Викторовна спросила еще раз информацию о курсе. Так. Есть ли вопросы? Сейчас минуту посмотрю. Сначала в основном чате, а потом уже именно чат-вопросов разберем. Так. Анализирую чат. Искусственный средств для математиков. Ну я сказал уже, что пока считают плохо. Есть проблемы с формулами и так далее. А вот именно генерация на естественном языке, да, он с этим в плане справляется. Михаил Шубарин. И для математики вопрос. Здесь, скорее всего, нужно самим обучать какие-то модели. Именно использовать, скажем так, нейронные сети кубоков обучения. То есть пока таких вот сервисов распространено, которые бы решали уравнения, там, дифференциальные второго, там, третьего порядка и прочего нет. А вот именно если самим заниматься, разработкой нейросетей и что-то обучать, можно добиться каких-то результатов близких. По крайней мере, я не знаю таких пока еще сервисов, которые бы могли хорошо считать. Пока нейросети не очень хорошо это делают. Какая ценная научная информация в моментальной сфере не оцифрована? Ну, здесь я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Это не ко мне. Дмитрий Базилевич. Скажите, пожалуйста, какие области Е окончательно вытеснит, каких никогда не сможет заменить человека? Я ответил на этот вопрос. Учителя, судьи, там, где требуется эмоциональный интеллект. Всевозможные чар-менеджеры и так далее. Как увидеть перспективу развития искусственного интеллекта? Ну, перспективу развития я примерно обрисовал. То, что будут появляться новые генеративные модели, которые будут развивать, совершенствовать модели распознавания человеческого естественного языка, генерации. Как бы пока в этом направлении. В чем несостоятельность теории восстания машин? В чем несостоятельность теории? Ну, пока мы контролируем, наверное, все-таки искусственный интеллект. Недавно Илон Маск выступает и говорит, ребят, давайте притормозим. Главное, чтобы это не вышло из подчинения. Хотя в Америке был такой разработан боевой искусственный интеллект, который должен был распознать цели. И когда его начали указывать, он развернулся и хотел уничтожить своих создателей. То есть, что-то там не предусмотрели, сделать какую-то ошибку. И в итоге сами чуть не подплатились. Дрон, который был разработан компанией Boston Dynamics, что ли, дрон, который вышел из подчинения. Была такая история. В сети, там, интернет. Можете поискать. Но пока он вроде как контролирует. Не контролирует, не подконтрольно, если... Но опять-таки, за природным искусственным интеллектом будет стоять определенная группа людей, которые будут это контролировать. Если, конечно, мы создаем субъект, который сам начнет обучаться, но пока еще до этого далеко. Пока не обладает эмоциональным интеллектом, не умеет сам учиться. Пока мы создаем просто, имея вычислительные возможности, можем эти вычислительные возможности объединять различные узлы и повышая быстроту решения сложных математических вычислений, обработки больших данных. И на основе этого мы можем делать какие-то быстрые прогнозы и так далее. Но пока мы его контролируем. Поэтому здесь я не думаю, что выйдет из-под контроля. Будем надеяться. ВИП-статус. Подскажите, как вы с ними работаете? Любовь не понял вашего вопроса, честно. Кому адресован? Так. Здесь Михаил Шубарин что-то сбросил. Ну, согласен, да. Математика – это не только вычисление. ВИП-статус. Подскажите, как вы с ними работаете? Не совсем понял вопрос. Ладно. Дальше. Вопросы из раздела «Вопросы». На каком объеме данных и на каких источниках разработаны базовые модели от OpenAI Google Сбер? Я, к сожалению, не помню цифр. Четких цифр я не помню. Источники данных до дата-сета в OpenAI, по-моему, если 3,5, до 23, по-моему, сентября 2021 года, что ли. Я думаю, что здесь Вячеслав Борисовичковский. Думаю, что они держат в секрете. Это сложно. Скорее всего, не раскроют они эти моменты. То есть подробности. Мне, по крайней мере, они неизвестны. То есть примерно объем данных есть. Он оценен по чату GPT-3,5. Я сейчас просто не помню данные. Какой источники дата-сета, которые создали, собрали сети интернет. По гуглу Сберу не могу сказать. Не копал. Михаил Шубарин. Какие доступные в RF-системы ИИ стоит использовать для перевода научных текстов? Например, математических. Научных текстов математических. У нас из доступных это чат GPT, Яндекс GPT 2 и 3. Использовать для перевода научных текстов. Ну, имеется в виду с разных языков. То есть, в принципе, я использую для перевода, например, являясь активным разработчиком различных курсов. Как бы такой хобби бизнес. И мы, в принципе, берем тексты зарубежные, в том числе переводим, перерабатываем нейросетью. И мы в основном используем, конечно, чат GPT 4, коммерческую версию. Но это не российская. По российскому чат GPT 2 и 3. Но они намного слабее в плане перевода. Еще раз говорю, в математике они делают ошибки. То есть, если какие-то формулы вычисления, там есть высока вероятность ошибки. Поэтому с математическими текстами пока проблема. Из отечественных я бы советовал Яндекс GPT 3. Но попробовать тексту тексту. Текст.ру можно еще посмотреть этот сайт. Но там больше для генерации, конечно, для математики там не подходит. Ну, Яндекс GPT 3, но работает не очень хорошо. Мы в основном используем коммерческие версии. Елена Черемных. При создании своей презентации вы используете инструменты генерации презентации с ИИ? Да. Ну, во-первых, я рассказываю на курсе о том, как создать просто как бы план презентации, текстовую часть. То есть, и контент разработать, и текст разработать, и структуру. Вот. Можно использовать сервисы, которые нарисуют готовую презентацию. Но там есть тоже есть определенные точности. И есть еще плагины, которые устанавливаются непосредственно в браузеры. И тот же самый Google. Где можно эти презентации генерировать и создавать. То есть, все-таки, если мы хотим получить более качественное то, что нам нужно, то мы можем какой-нибудь черновым вариантом сгенерировать, используя соответствующий сервис. Но дальше необходимо дорабатывать все равно контент, картинки и так далее. То есть, в идеале не получается на сегодняшний день. А как это делать именно в текстах и в картинках, об этом мы как раз учим на курсе. Умение составлять промпт, разрабатывать презентации, разворачивать, писать аннотации к слайдам, разрабатывать структуру презентации и так далее. Так. Алина. Так. Боюсь ошибиться фамилия. Чернявская. Прошу прощения, Алина, если неправильно произойдет ваша фамилия. А когда следующее повторение курса? В сентябре дороговато для тех, кто только что после отпуска. Ну, я пока не знаю, мы не планировали. Мы 28 сентября запускаем. И где-то примерно в течение месяца по субботам будем заниматься. Вот. Когда следующие итерации? Пока не знаю. Так далеко мы не смотрим. Ваш курс работы с ВИП-слушателем. Какой формат работы? А, ВИП-слушателем там, по-моему, есть какие-то консультации индивидуальные, которые можно, ну, непосредственно ваши кейсы проработать индивидуально. То есть, какие-то консультации индивидуально можно назначить вне времени основного встречи и можем отработать. То есть, рассмотреть какие-то ваши кейсы. Теперь я понял любой вопрос. Насколько хорош чат GPT? Ну, если взять четверку, чат GPT 4, 4 Turbo, то, в принципе, он очень хороший. Очень хорошая модель. Очень хорошо генерирует тексты, переводит. Это вопрос Михаила Шубанина. Ирина Шубина. Вы пришлете, пожалуйста, свою презентацию. Презентацию можно скачать непосредственно в разделе. Заходите в файлы и скачивайте. Она доступна. Дмитрий Базилевич, как вы считаете, сможет ли и когда-либо обрести самосознание? Если да, то как мы сможем это определить? Так, сложный вопрос. Пока на данном моменте мы находимся в начале пути, если так рассматривать. Пока мы, в общем-то, генеративные вот эти вот модели создали, делаем, но это, я говорю, мы далеки от того, такого субъекта, который бы мог сам и обладать эмоциональным интеллектом. Я думаю, что эмоциональный интеллект не заменит никакая сущность искусственно созданного человека, только сам человек. Поэтому я думаю, что в плане эмоционального интеллекта это цель недостижима. А то, что мы сейчас имеем, это алгоритмы и большие данные, которые обрабатывают по определенным правилам, как мы это учили. Вот. Это генеративно-искусственная цель. И да, именно сущности самосознания это еще далеко. Очень далеко. И вообще, или это утопия? Ну, я бы не хотел загадать, что это утопия, что это недостижимый момент. Посмотрим, что будет через 4-5 лет. Но все идет с мобильными шагами и идет именно в эту сторону. Насколько бы быстро... Ну, кто-то и компьютер в 19 веке считал утопией. То есть, как Чарльз Бэббиш нам пытался вычислить на машину на сантасти, говорит, утопия, утопия, зачем вы этим занимаетесь? Вот. А сейчас, видите, мы вот имеем на столе компьютер. То же самое здесь. Поэтому я бы не хотел зарекаться о том, что мы чего-то там не достигнем и так далее. Какие-то серьезные прогрессы в определенных областях есть. Но я говорю, что это не тот искусственный интеллект, это не мечта кибернетики, когда мы имеем сущность, которая сама может обучаться и обладать каким-то эмоциональным интеллектом. А по поводу эмоционального интеллекта, я думаю, что, наверное, это утопия. Ну, можно, конечно, что-то близко там как-то научить, и прочее, ну, не знаю, все-таки человека трудно заменить. Вот. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так. Любовь. У нас всегда... Спасибо, Любовь. Спасибо, уважаемые коллеги, за то, что вы меня послушали, за хорошие отзывы. Приходите еще. Вступайте в группу «Цифровой педагог». Также будем поддерживать с вами связь. В ближайшее время я, может быть, запущу даже серию каких-то вас интересных. Так что приходите. Спасибо вам. Спасибо. Ну, на сегодня закончим. Все контакты я дал для будущих контактов. 17-го числа приходите на еще один вебинар. Я прошу сегодня прощения за вопрос. Надеюсь, я поправлюсь к 17-го числу. Уже, как говорится, уже более четко буду говорить. И, соответственно, там я попробую сделать такие практико-ориентированные моменты, чтобы уже такую практику немножко показать. А так приходите на курс. Спасибо. Спасибо, Светлана. А так, значит, приходите на курс, вступайте в группу «Цифровой педагог». Интересные вещи. Выкладываю, говорю. Будем с...